добрый день дорогие мои друзья профессионалы и просто любители красоты и так макияж после 60 лет лифтинг макияж макияж преображение для ольги ольга 65 лет представляю вам свою модель и в данном видео уроке рассмотрим подробно как сделать лифтинг макияж преображение полный пошаговый видео урок от а до я потому что как подготовить кожу чтобы лифтинг макияж непосредственно был что делать чтобы скорректировать глаза открыть глаза и сделать сияющий открытый взгляд придать лицу свежесть а главное минус 5-10 лет как минимум это задача визажиста это задача стилиста я как всегда с вами художник гример день акина светлана поэтому все секреты рассказываю и кто смотрит меня регулярно тот знает что я выполняю не только макияж а также укладки прически любой сложности и об этом я также снимаю подробные видео уроки поэтому данный пучок данная техника укладки челки интересный видео урок уже на канале обязательно проходите по ссылке и смотрите рекомендую ведь в данном видео каждый найдет для себя полезную и нужную информацию с толком с чувством с расстановкой поехали лифтинг макияж для начала работы я протираю лицо мицеллярной водой следующий шаг увлажнение кожи так как это лифтинг макияж необходимо разгладить уменьшить количество мимических морщин тем более что они подчеркиваются если мы добавляем тональное средство пудру все это наслоение усиливают мимические морщинки и для того чтобы первично подготовить кожу и разгладить их то есть нужно необходимо просто я бы сказала увлажнить кожу увлажнение бывает различным способом вы можете нанести сыворотку правда она также увлажняет разглаживает питает кожу и подготавливает макияжу можно нанести любую маску как вариант я интенсивно наношу крем увлажняющий крем только мне тонким слоем а достаточно так вот массивненько объемненько и соответственно даю время пропитать и то есть чтобы кожа впитала в себя весь крем который захочет все излишки затем я убираю и периодически до того как наносить крем после того как убирать излишки вы видите я прохожусь гидролатом розы то есть замечательное свойство гидролата то что он также увлажняет питает и разглаживает кожу и получается у вас такой двойной разглаживающий эффект хочу сразу уточнить что это все-таки съемка поэтому я пытаюсь сократить время и показать максимум и не так скажем не затрагивать ваше большое количество времени для просмотра поэтому ускоряю и крем я нанесла все верно подержали мы на оле его пять минут а затем просто убираю только это время пять минут я не выжидаю на камере сокращаю уменьшаю и продолжаю дальше работать и так для того чтобы убрать пигмент красноты вы видите что лицо все-таки подверженным кровеносным маленьким сосудиком и соответственно покраснение есть на коже в целом поэтому соответственно естественно база которая с легким применением зеленого цвета с пигментом убирает красноту но зеленый цвет чтобы вы понимали это не должен быть прям конкретно у базы зеленый цвет потому что даже легкий совершенно прозрачный зеленый пигмент он уже уменьшает красноту этого достаточно в данном случае после того как я подготовила кожу полностью к макияжу можно переходить непосредственно к макияжу глаз в качестве основы по тени я буду использовать непосредственно консилер севентин тонкий матирующий прозрачный хорошо пигментирован и перекрывает то есть вот эти качества очень хорошие для основы по тени и так двух цветов для чего для того чтобы движущие часть века высветлить то есть светлый оттенок они движущие часть века верхняя соответственно затемнить и таким образом уже происходит моделирование формы глаз при помощи цвета коррекции то есть светлый цвет высветляет придает объем темный затемняет и задает глубину поэтому двух оттенков консилер в данном случае мне в помощь почему консилер хорошо использовать качестве основу по тени потому что конечно он кроющий он пигментированный и перекрывает все недостатки то есть цветовые соответственно если у вас капилляры если у вас затемнение если у вас вообще в целом круги темные над веком то соответственно высветлить создать белый чистый лист бумаги на который можно уже тени добавлять и тени будет ярче естественно если на чистый лист бумаги мы на светлый наносим любую краску то краска будет ярче смотреться поэтому нужно создавать этот чистый лист бумаги конечно же есть специальные базы по тени которые уже с пигментом тонирования но консилер это самое простое средство которое у вас есть в наличии всегда потому что в любом случае вы используете его в макияже правда консилер под глазами все дефекты все точно можно перекрыть поэтому это средство но консилер консилеру рознь обязательно обратите внимание потому что некоторые консилеры не подсушиваются то есть в итоге вот севентин очень хороший в чем его эффект потому что он подсушивает то есть он в процессе дня не растекается не скатывается и хорошо служит основой поэтому вот на это обратите внимание и так фиксацию я делаю также в двух оттенках матовых то есть вы видите что центральную часть высветляю а верхнюю недвижущую часть века я чуть-чуть затемнила но стоп-кадр и соответственно посмотрите здесь нету сильной большой разницы буквально разница на тон уже задается глубина глаз затемняя складку при помощи опять же теплых оттенков затемнение идет мягком видите что буквально вот ну в тональности дневного так скажем макияжем все то есть усилить макияж еще раз повторю всегда можно спустя то есть даже когда вы ресницы приклеили и вы хотите да я хочу ярче макияж делать всегда это можно сделать и добавить затемнение в складку по ресничному краю в черный совершенно уйти то есть стрелку нарисовать спустя даже когда вы приклеили ресницы это все можно добавить но опять же нужно или нет задумаемся лифтинг макияж макияж 65 лет поэтому соответственно в мягкой форме я прорисовываю складку вы видите работаю параллельно то есть пятно на уголочек и оставлю справа и с левой стороны растушевку выполняю во внутреннюю части глаза легкие сатиновые тени я все равно использую вы видите уже есть переливание можно и на этой стадии оставить то есть добавить стрелку реснички прокрасить добавить пучки это будет совсем мягкий естественный спокойный макияж я хочу усилить макияж в данном случае большим сиянием то есть такой вот все-таки роскошный сделать особенный макияж когда вы выделяете еще больше века светлым пятном сиянием для этого я буду использовать кремовые тени с шиммером таким хорошим шиммером крупный достаточно пигментированные там блестки и дозировано наношу пальцем то есть абсолютно дозировано локально она центральную движущие части века приближаясь к внутреннему уголку глаза в моем случае в чем будет сложность нанесения в том что века все-таки подвержены морщинкам и соответственно нужно его растягивать нужно его тянуть вверх в бок и максимально прорабатывать то есть каждую зону потому что возможно где-то складочка где-то забивается в морщинку и соответственно просто сложно нанести просто пробить непосредственно тенями жидкими поэтому тяну в разные стороны аккуратно наношу в этот момент говорю чтобы не открывала глаза ольга и прорабатываю каждую деталь внутри уголка глаза добавляю кистью по количеству сияния так скажем тени очень распределяются распределяется не то что тяжело но естественно с возрастными изменениями не всегда можно контролировать вот это пятно вы видите на руке насколько сильное сияние вот этих вот теней то есть она прям вот такой очень сильно поэтому здесь я дозирую в минимальном количестве и еще буду плавность доводить уже рассыпчатым пигментом также сиянием но мелкодисперсная и так чем можно было заменить конечно да можно просто базу добавить на центральную часть движущие века и сухим пигментом добить и и сделать такой же эффект макияжа то есть что вы выберете это ваше личное дело как говорится можно делать один и тот же макияж абсолютно разными подходами разными продуктами это один из вариантов я всегда говорю каждый мастер вот делает по-своему главный результат главный результат что ваша клиентка была довольна итак следующий этап я буду добавлять уже поверх вот этих вот кремовых теней соответственно они подсыхают но все равно у них есть слегка липкая текстура вот буквально маленькое количество времени прошло и можно еще усилить и еще создать более плавный эффект сияние уже рассыпчатым пигментом пожалуйста я прихлопывающими движениями кистью то здесь не нужно делать какую-то феноменальную растушевку нет прихлопывающими движениями добавляю рассыпчатый пигмент опять же первые автоматическое движение пальцев у меня вы видите я подтягиваю века подтягиваю внутренний угол глаза потому что вы видите там сосредоточено большее количество мимических морщин то есть внутренний угол глаз это зона которую хочется усиленнее разгладить нежели подчеркнуть морщинки и об этом чуть позже проговорю как это я сделаю вот чуть чуть позже и так добавляю пигмент опять же пигмент распределяю получается еще больше сияния но она такой уже мягкой становится но тем не менее внутренняя подложка жидких теней которые были использованы в качестве также основы более крупного пигмента сиянием добавляют такую внутреннюю подсветку если говорить о самой технике нанесения то вы видите что сильной кистью я не вожу туда-сюда или там пытаюсь сильно усиленно растушевку какой-то сделать нет здесь больше идут прихолупывающие движения и вправо влево прошу смотреть ольгу то есть максимально растягивать века таким образом чтобы проработать идеально все века то есть пробить пигментом ровно и не было пробелов и таким образом получается еще у вас так скажем усилений наслоение которое спустя время не собьется вот в эти морщинки то есть чем больше вы просить будете клиентку посмотреть вправо влево натягивать века пробивать 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 постепенно тенями все века то соответственно уплотнение происходит и спустя время макияж сохраняет свою стойкость если говорить о возрастных изменениях то конечно после 30 я считаю что это уже тот самый толчок когда присутствуют мимические морщинки даже если вы вот в ровном состоянии спокойном без мимики все идеально вас на лице но когда вы добавляете сильную улыбку мимику эмоции то соответственно весь макияж вероятность есть собьется в эти морщинки которые закладываются при мимике поэтому и в целом лифтинг макияж макияж который должен не подчеркивать возраст спустя даже время понимаете вы даже сделали макияж а он спустя время еще больше подчеркнул и так вот по поводу кстати прорисовала я тонкой линии лайнером коричневый но он темный глубокий такой коричневый оттенок подводки и линию подводки вы видите я не заводила за внешний уголок далеко я не делаю ее сильно такой вот увеличивающую длину глаз нет я единственное и делаю мягкой обязательно я все-таки люблю растушевывать подводку потому что она и усиливает вроде бы зрительно глубину глаз но и в этот момент она все равно создает мягкий эффект нету такой вот знаете графики в макияже как можно еще больше зафиксировать тени и соответственно вот внутренний угол глаза мне хочется еще мягче сделать и то есть по поводу морщинок и так кисть на кисть я нанесла фиксатор для макияжа глаз потом немножечко отжала пропитала на бумагу кисть и вот она влажненькая я влажной кистью с фиксатором слегка влажной девочки пробиваю вот эти вот тени еще больше поверх ольга не открывает глаза очень важно просушить и затем после этого уже внутренний уголок глаза еще больше у меня тени прибьются и зафиксируется то есть вот внутренний уголок глазу самая такая проблемная зона с которой я на протяжении всего макияжа буду так скажем возвращаться и возвращаться и прорабатывать и вот окончательная проработка как раз было зафиксировала влажной кистью фиксатором тампующим движениями прокрашиваю реснички и здесь ресницы я буду добавлять только добавлять ресницы я буду пошагово то есть прям дотошно вам объяснять сперва одну часть то есть один глаз затем 2 и опять же вы будете в процессе макияжа смотреть и видеть разницу если мы добавляем ресницы или не добавляем для того чтобы добавить пучки ресниц во первых клей я всегда наношу на тыльную часть ладони затем выбираю самую максимальную длину и начинают с внешнего уголка глаза здесь я решила выбрать исходя из форма глаз исходя из возрастных таких вот категорий так скажем и заходя из своих ресничек насколько они густые насколько хочется сильно увеличить глаза опять же 11 миллиметров пучки по длине и так макаю головку пучка в клей аккуратно вы видите насколько это дозировано то есть не нужно половину пучка в клей опускать приподнимаю в века чтобы пучок ложился поверх своих ресниц и очень важно направление посмотрите направление вы задаете больше ориентируясь не прямо перпендикулярно росту ресниц а слегка во внешний уголок больше сдвигайте направление на острый угол таким образом у вас будет расширяться внешний уголок и глаз будет более открытым более приподнятым и вы увеличите таким образом длину глаз следующий пучок идет рядом с предыдущим вы видите насколько я близко приклеивать таким образом чтобы при открытии не было промежутка между пучками не было бы забором как брать пучки ресниц смотрите пучок ресницы вы берете за сам хвостик то есть пинцетом и после того как я приклеиваю поправляю пальцем пинцетом каждый пучок потому что возможно что свои ресницы растут немножко то вверх то вниз то есть и соответственно они могут приподнимать вот эту ресничную ленту то есть настолько они могут искривлять положение вашего пучка то соответственно у вас не получается единой такая монолитная лента поэтому постоянно когда вы только прикладываете пучок к ресничкам то вы моделируйте и вправо влево поправляете возможно что даже заправляете под свои реснички где-то начало пучка об этом вот чуть позже еще там будет прям крупным планом еще крупнее сниму и покажу вам эту деталь потому что вот это маленьких деталей зависит насколько у вас идеально будет краевая линия насколько вы быстро приклеить и ресницы следующее перехожу вы видите какую я длину проклеила 11 миллиметров даже переходя через центр к внутреннему уголку и буквально два пучка добавляю 11 уже 10 миллиметров то есть 10 миллиметров буквально два пучка к внутреннему уголку глаза теперь посмотрите насколько мягко смотрятся ресницы насколько они естественны и насколько нету такого что вот прям настолько видно что действительно ресницы ого-го как у куклы и не подходят данному макияжу внутренний уголок глаза еще больше уменьшаю длину на 9 миллиметров перехожу то есть буквально один пучок 9 миллиметров к внутреннему уголку глаза и еще раз повторюсь пучки все клеются поверх своих пучку ресниц поверх своих ресниц то есть просто если приклеить на кожу и не будет у вас основы приклеить ее все-таки на свою ресничку хоть одну но свою тогда лучше сцепка идет тогда они дольше продержатся если краевая внутреннего уголка глаза совсем без ресниц то понимаете вы клеите но есть опасность что просто без связи со своими ресничками они отклеятся потому что ну на просто кожа они не держатся нужно все-таки основу своей реснички маленькую реденькую но свою основку я добавила пучки на одном глазики и следующий глаз я буду делать также и подробно объясню чуть позже поэтому я хочу вот сделать макияж и показать вам разницу стоит ли клеить ресницы в 65 лет или не стоит чтобы вы видели наглядно насколько разница насколько ресницы очень хорошо поднимают форму глаз делают мягче открытие и коррекции занимаются то есть они очень хорошо скрывают все недостатки все-таки и насколько ресницы можно сделать мягким не обязательно кукольными и так прорабатываю консилером под глазами то есть высветляем зона высветления обязательно под глазами даже если нет там никаких таких а синячков темных пятен понимаете но в любом случае светлое пространство под глазами минус 5 лет девочки минус там пять лет минус там пять лет и в итоге у нас девочка получается какие зоны еще высветлить чтобы получить омоложение в макияже и так конечно носогубные складки обязательно высветляем таким образом добавляется объем и носогубки не такие получаются впалые и соответственно естественно молодость внешние уголки губ также высветляем потому что эти зоны закрадываются в затемнении и они также работают на придание возраста а если мы хотим уменьшить возраст то соответственно высветляем центр губ высветлил для того чтобы задать объем губам центр лба соответственно для объема в целом чтобы не плоское лицо было здесь не зона для того чтобы центр лба например вы морщины какие-то убирайте нет а соответственно чтобы задать объем а по периметру всего лица то есть полностью линию роста волос затемняю линию возле ушей то есть скулы все прорабатываю полностью на затемнение овал лица обязательно прорабатываем на затемнение но затемнение каким образом должно выполняться в зависимости от задачи если у вас это фотостудия если это видео съемка и достаточно жесткий контрастный свет в студии то соответственно вы можете усилить усилить с помощью макияжа и сделать более сильную разницу в тональности то есть на тон на 2 на 3 на 4 можно темнее брать и выполнять коррекцию лица моделировать лицо но если например это дневная история если например это вечер но опять же вечер при хорошем освещении может быть вечер правда соответственно вы должны понимать куда идет ваша клиентка насколько коррекцию выполнять жестко или все-таки в мягкой форме в более естественной здесь я в и вы видите растушевала светлые зоны которые я сперва проработала на высветление и после этого я тонирую полностью лицо чем лучше наносить тон спонжем или кистями я работаю кистями я люблю работать с кистями кто-то любит работать спонжем тут то есть здесь нет правил здесь это правильно или неправильно нет здесь просто нравится или не нравится я считаю удобно или неудобно в данном случае кистями то есть тонкой кистью я как язычок прорабатывает детально все вещи а опять же тонкой кисточкой как язычок но наискосок срез тонирую лицо вот эту кисть прям посоветую вам купить алиэкспресс ссылки все скидываю кстати под видео полностью кисти реснички я покупаю на алиэкспресс это вещи расходники я считаю кисти это также расходники да и по поводу того что чистить кисти чем мыть чистить и обрабатывать очень важный вопрос девочки обязательно то есть недопустимо абсолютно что вы сделали макияж одной клиентке этими же кистями переходите тут же не обработав ко второй это недопустимо то есть есть вещи которые неправильно поэтому обязательно обработка кистей она идет по разным стадиям в идеале если у вас есть время то конечно это мыть нужно кисти моем и затем прорабатываем спиртовым очищающим раствором я вот за это чтобы все-таки дезинфекция была затем если например вы работаете экстренно то есть у вас нету времени помыть и просушить кисти правильно соответственно вы обрабатываете спиртовым раствором который также очищает но более глубоко вы им просто смачиваете я использую изопропиловый спирт вот абсолютно чистейший 99 процентные конечно вы скажете светлана но от этого же кисти портятся конечно я вам скажу портится естественно спирт он волоски у кисти получается обламливать спустя время внутреннюю часть где набивается кисть она же клеевая основа зачастую если мы имеем ввиду обычные китайские кисти это там не сшивается не уплотняется настолько кисть а клеевая основа она клей вообще разъедается спиртом соответственно естественно чем больше вы спиртом промакивается кисть чем она быстрее разъезд внутреннюю основа и кисть начинает лезть просто элементарно но девочки мои кисти купленный на алиэкспресс цена вопроса копейки я считаю поэтому как расходные материалы их нужно покупать просто в большом количестве и стоимость должна быть все-таки эконом бюджетом поэтому соответственно вы можете позволить их менять как раз два три а вот если мы имеем ввиду дорогие кисти то желательно конечно спиртовыми очистителями бережнее с ними относиться уже не так заливать уже лучше всего искупать просушить в правильном стоячей форме соответственно и соответственно чтобы они у вас высохли и после этого использовать тонированием я перекрываю всю пигментацию кожи а также спускаясь тонировать на зону декольте потому что будет открыта зона и буду фиксировать фиксировать чтобы тон не смазался то есть все не отпечаталась на одежде обязательно фиксацию выполняю чтобы уплотнить тон выровнять еще больше текстуру кожи самой соответственно можно использовать пуховку пуховку я также заказываю на алиэкспресс реклама прямо алиэкспресс а соответственно проходите пуховкой тампующими движениями сейчас в данный момент я даже использую без пудры сама пуховка тканевая и соответственно она впитывает все излишки утрамбовывает тон еще больше уплотняет и у вас получается равномерное распределение по количеству очень важно тон распределить по количеству чтобы не было перегруза на коже поэтому спустя время то он не будет сбиваться морщинки и еще больше подчеркивать их для хорошего уплотнения и увлажнения я периодически на макияж на полностью на лицо наношу гидролат вот вы видите в данном случае опять я наношу как цветочек поливаю каждый раз в процессе макияжа уплотняю и соответственно тон уплотняется выравнивается текстура и получается такой блюр на коже все получается пошагово я делаю девочки рассказываю пошагово чтобы не было вопросов в конце видео что это совершенно другая женщина и это подставное лицо нет в процессе наблюдаете преображение я вам рассказываю почему она происходит и так для свежести обязательно очень хорошо использовать румяна жидкие и кремовые непосредственно в момент после нанесения тона то есть в этот момент как раз вы видите я на зону яблочко ношу прям розовый розовые румяна но потом буду припудривать и соответственно этот розовый прибьется но будет изнутри под цвет давать и будет такой вот свежий свежий задавать цвет естественно румян выбрала под цвет тональности теней то есть губы тон теней румяна в идеале должны все-таки по тональности совпадать и тогда у вас будет гармоничный в целом образ проблемные зоны а это зоны деликатные которые лучше всего в первую очередь припудривать то и зоны под глазами носогубки обязательно в первую очередь припудриваем потому что в процессе макияжа ваша клиентка возможно с вами разговаривает и соответственно у нее проявляются мимические морщинки то нужно максимально быстро закрепить для того чтобы не дать как бы соответственно растрескаться ему элементарно поэтому обязательно тут же эти зоны припудриваю пудра еще раз повторюсь мелко дисперсная рассыпчатая и достаточно светлая потому что все таки я хочу высветлить центральную часть лица и интенсивно пробиваю пуховкой зоны даже на видео видно что лицо прям вот сдвигается под моим тампующими движениями насколько я вбиваю вбиваю пуховкой пудру а пудра она же и впитывает все жирное средство которое было на лице и соответственно она убирает излишки тут же то есть кисть она не берет излишки она только вбивает вам и все то есть опуховка она убирает излишки и еще больше утрамбовывает любой тон следующая стадия это скульптор лица то есть моделирование вы создаете форму лица обязательно овал лица затемняйте даже в самых легких макияжах самых дневных самых простых прозрачных обязательно нужно овал лица затемнить буквально на тон и это уже видно то есть видно то что вы проработали это что а из плоского лица сделали уже форму непосредственно поэтому затемняя по контуру лица обязательно здесь высокий достаточно лоб но он будет перекрыт челкой и этот фактор очень важен потому что если вы выполняете и макияж и прическу то вы это предусматриваете то есть вы мастер и вы уже знаете что сильно в принципе лоб прорабатывать мне корректором не нужно потому что я впоследствии сформирую коррекцию непосредственно прической и смотря вместе с вами сейчас вот я занимаюсь озвучкой видео смотрю на экран и конечно же брови брови вот наши все даже не губы даже не яркость глаз а брови создают форму лица то есть без бровей мы все инопланетяне я считаю поэтому соответственно брови нужны и брови важны здесь небольшой у меня провал с видео то есть не включила вовремя у меня кусочек отсутствует как я прорисовала вот эту бровь но в любом случае первично мне нравится работать тушью для для бровей маленькая кисточка vivienne sabot тушь для бровей очень удобная и проработала прочесала затем тенями дорисовала мягкий такой пудровый эффект когда я клеила дополнительные пучки ресниц то я вам говорила что конечно же внешний уголок глаза реснички приподнимают дополнительный корректируют складку нависающий печальный взгляд они поднимают и корректируют и также бровь бровь она как может опустить и сделать печальный взгляд так и сделать например очень жесткий и такой вот злобный вид не как бы не встречающий не радужный а наоборот нахмуренный соответственно бровь наше все и также она выражает эмоции эмоции которые вы рисуете если в принципе в природе нету давал волоскового вот эффекта от бровки то соответственно вы должны нарисовать и прорисовать и сделать ту самую мимику которую пожелаете и пожелает ваша клиентка но опять же чтобы она эта бровь есть шла очень важно а я нарочито специально не прорисовываю вторую бровь не довожу и также реснички не приклеил и вы видите насколько правая и левая половинка разницы то есть одна половинка нас прорисованная за брови с ресничками насколько она приподнята то есть внешне я просто скорректировал и как будто бы натянула а на самом деле это всего лишь макияж перехожу на противоположную бровь конечно бровь можно подчеркивать абсолютно разными продуктами то есть тушь для бровей это одна история гель для бровей вторая история карандаши для бровей то есть тени для бровей абсолютно разные есть техники работы выбирайте для себя удобные для вас я люблю работать тушью я люблю работать карендашами я люблю про волосковым способом лайнером для бровей прорисовывать то есть если это необходимо сейчас настолько удобно работать тем более столько продуктов для каждой зоны в макияже есть в наличии и вы можете выбирать то есть можете выбирать одним средством наносить на разные зоны и работать а можно каждый продукт на отдельную зону использовать поэтому все дело от вашей фантазии от ваше умение от вашего желания вообще работать а раньше ой раньше девочки один карандаш и на глаза и на брови и везде один карандаш плюнул и нарисовал вот так вот работали сейчас конечно же ну это я утрирую смеюсь а так на самом деле сейчас но просто любому мастеру есть любая техника которая удобная для каждой из вас главный результат и так помада также работает у меня на свежесть и в тональности всего макияжа то есть макияж глаз румяна я говорила что и помада будет в одной тональности вот она пожалуйста вам матовые помады соответственно сверху блеск и получается нежный свежий макияж нежный потому что вы видите что оттенки настолько они работают на свежесть на молодость после того как я выполняю макияж обязательно его нужно зафиксировать девчонки обязательно потому что во первых зона декольте обязательно фиксации иначе трется об одежду и пачкается во-вторых в любом случае зафиксировав макияж вы даете ему все-таки уверенные такой стойкий эффект на целый день самое главное с утра до вечера чтобы он продержался и все было в порядке поэтому соответственно можно использовать различные фиксаторы как матовые так и с легким сиянием я люблю с легким сиянием и вот потому что все-таки лифтинг макияже мне нравится с легким шиммером использовать для того чтобы еще больше задать вот свежесть и блики блики которые отвлекают и зрительно отвлекают естественно от мимических морщин поэтому в конце обязательно я наношу фиксатор и очень часто перед фиксатором основным я наношу все-таки гидролат еще раз гидролат розы затем почему розы все время розы различные есть гидролаты но мне розы по запаху просто нравится мне лично нравится а я люблю работать чтобы доставляла работа мне удовольствие поэтому по секрету я люблю гидролат розы разные фирмы иранской к сожалению сейчас не завозится почему-то не могу купить и но это моя была прям самый любимый мой любимый гидролат иранский но в любом случае крымская тоже неплохая хорошая нанесла гидролат розы после этого уже фиксацию выполняю когда просохла то есть на коже высохло все и соответственно сверху еще раз наношу фиксатор уже непосредственно с сиянием и я перехожу на второй глазик клеить реснички девочки хочу вынести это в отдельный видео урок потому что там я прям покажу различные варианты пучков различную толщину пучков и обязательно посмотрите этот видео урок у вас тогда не останется я думаю вопросов как приклеить пучки ресниц в чем разница в чем вот фишка и секреты каждого пучка почему не получается поэтому простите меня здесь дальше я не буду уже тратить ваше время на второй глаз а прям отдельным видео обязательно подписывайтесь на канал будет и она есть кто-то смотрит спустя год выхода видео правда поэтому ищите на канале у меня обязательно вот это видео как раз где я отдельно делаю уклон как приклеить пучки ресниц как сделать это просто быстро и легко потому что ресницы безусловно дополняют любой макияж но главное это было достойно красиво и естественно ну и кто еще не подписался обязательно подписываемся на канал подписываемся все во все мои соцсети чтобы не потеряться девочки каждый видео урок об этом говорю потому что ситуация такая что лучше подписаться везде чтобы смотреть мои видео уроки регулярно постоянно ведь информацию я все время обновляю поэтому под видео вы найдете во первых все те продукты которые я использовала в данном макияже обязательно все ссылки на меня где найти в других соцсетях поэтому проходите добро пожаловать а также следующий мой видео урок это прическа укладка в данном случае высокий пучок укладка челка при помощи фена рекомендую это видео обязательно посмотрите как легко и просто можно челку укладывать при помощи фена научу раскладку делать очень много полезных секретов конечно же дорогие мои друзья закономерный мой вопрос как вам такое преображение 65 лет данный образ ольги идет не идет обязательно пишите свое мнение в комментарии вообще надо делать макияж 65 лет или дано его зачем нужно уже в принципе ничем не удивишь но мнение у каждого свое напишите свое мнение как вам 65 лет нужно выполнять макияж клеить ресницы и полностью преображаться на любое мероприятие стоит или не стоит мое личное мнение что каждая женщина все равно несмотря от своих природных данных вот поверьте мне сколько я не работаю на съемках сколько я не работаю с различными моделями несмотря на то что она бой богиня совершенства все идеально все пропорционально а все равно не уверены в себе поэтому когда вы создаете на себе какой-то образ понимаете получаете вслед слова те что ты такая богиня вот здесь оказалась понимаете и мы начинаем в себе видеть это богиню когда естественно другие в нас ее видят и говорят нам комплимент это всем приятно всем девчонкам мужчина как-то все равно вот несмотря на его внешний вид пусть живот пусть хоть что но он он бог он считает себя богом понимаете у них как-то они не закомплексованы а нам девчонкам нужно каждый день говорить что мы хороши что мы достойны комплиментов что мы особенные понимаете каждый из нас особенная и вот эту особенность нам визажистам нам стилистам нужно подчеркивать самое главное не упустить ни одной изюминки в каждой девушке и женщине потом как же приятно получать слова благодарности от своих клиентов когда они сходили на мероприятии говорят света я самой красивой там было представляешь вот ну профессиональными меня мастера поймут как вот мы вкладываем душу всю в работу и в ответ от клиентов вот такие вот хорошие добрые слова приходит в обратную сторону дорогие мои я вам желаю крепкого здоровья удачи и самое главное получаете от жизни все самое хорошее самое интересное с вами была как всегда художник гример день акина светлана прекрасная модель ольга до новых встреч на моем канале до свидания